ребят всем привет на связи пётр ванников это беговой подкаст беговой разбор ли бегу длительную есть время поговорить по низкому пульсу поэтому поговорим сегодня о старте осеннего сезона мы потерпели крах вместо запланированных 40 команд к нам заявились 38 поэтому еще 2 вакантные места есть кто проснется добро пожаловать в общем давайте начнем анализ с высшего дивизиона высшем дивизионе нас три новичка это футбольный клуб бункер которые стали чемпионами первой лиги и в этом сезоне выступят в высшем дивизионе безусловно амбициозная команда безусловно команда который ставит перед собой максимальные цели и несмотря на то что они поднялись первой лиги я думаю тут они будут претендовать на лидерство такое мое мнение перед стартом сезона посмотрим как будут до молода на есть некоторая нестабильность ну клуб с очень хорошими исполнителями и с большими амбициями футбольный клуб ангел это будет их дебют высшем дивизионе конечно ребятам будет очень сложно потому что конкуренция заскаливает в высшем дивизионе и они уже проверили себя на кубке они встречались с двумя командами высшей лиги и есть уже негативный опыт поэтому ребят расстояние в километрах 1,5 время 11 минут 11 секунд темп на участке 8 минут 8 секунд забыл выключить эту функцию которая бы говорила так вот ребята не позавидуешь ну что ж будем смотреть на их характер будем смотреть за бойцовскими качествами мне кажется задача на сезон если они смогут остаться в высшем дивизионе это уже будет достижение надо ли это им это уже другой вопрос и третий дебютант высшего дивизиона футбольный клуб куричи куричи самая медийная команда днепра которая вот недавно стала у нас чемпионом второй лиги они очень хорошо усилились у них есть амбиции да и вот они дебютуют у нас высшей лиги я смотрел заявку на сайте понятно что она еще предварительная этом на сто процентов не утверждена там очень много увидел игроков свинера не знаю насколько это правда или нет но если тот состав который есть на сайте будет то это довольно таки бэба боеспособная команда будет который может бороться с задачами но посмотрим как куричи медийная куричи сможет проявить себя формате высшего дивизиона и так 5 царичков которые остались высшей лиги звезда сухачевка мне кассе объединил бы эти две команды две очень старые старые сбитые коллективы до более знакомые лица в одной другой команде до более знакомой команды и в истории личного противостояния были победы и триумфы и и горькие поражения поэтому два опытных тертых калача мне кажется одна судьба у них на двоих как они выступят не знаю но фавориты однозначно эти клубы мы записывать не будем идем дальше кто нас там еще есть в высшем дивизионе но команда барбершоп 98 который дебютировал в прошлом сезоне и сразу своем дебюте заняли третье место высшей лиги команда еще подусилилась кстати почему-то не видел саблина богданов заявки что не есть хорошо может это и хорошо не знаю как это все происходит но хотел сказать что конечно команда молодая команда с задачами и ребята будут пробовать навязывать тоже борьбу за высокие места футбольный клуб тарамская это наверное самых ярких открытий последнего кубка очень сильно команда выступила с такой эмоции с таким зарядом они отлично отыграли сезон взяли их кубок заняли первое место сейчас на большом подъеме на большом адреналине у них отличная фанатская поддержка и я вижу они усилились взяли два очень сильных игрока видел заявки горкуша у них солд гварда полгвард у нас не собрался также они взяли по моему водяницкого ну в общем команда и так не слазь как перепугана плюс очень хорошее усиление если не будут собираться то команда будет претендовать в этом сезоне чтобы побороться за чемпионский титул что ж посмотрим так ребята кого и упустил выше лиги подскажите мне пожалуйста все в голове не держу и так звезда сухачёвка бункер тарамска ну и конечно винир его мое как я мог забыть извините винир команда которая расстояние в километрах время 15 минут 9 секунд предыдущий километр 8 минут 1 секунда я беру как черепаха так вот этот самый винир конечно команда которая наконец-то вернула тебе чемпионский титул у них несколько сезонов это не получалось в этом сезоне получилось и они обязаны отстаивать свой титул я не знаю что будет состава потому что смотрю в заявки других команд появляться игроки виниров насколько это правда неправда насколько это будет в окончательной заявки так поэтому заявку виниру еще не видел для меня пока сюрприз но однозначно виниру придется отстаивать свои чемпионские амбиции мне кажется на ждет очень яркий интересный сезон и использует и жить всех бах друзья давайте теперь поговорим о первом дивизионе у нас тоже интересный состав участников если сравнить его с прошлым сезона я имею ввиду с весенним то по моему три команды настолько осталось в первой лиге остальные в основном поднялись в первой дивизион и так давайте начнем с тех кто остался футбольный клуб петровец представитель первой лиги довольно таки не стабильно команда провела прошлый сезон у них были и хорошие отрезки с победных матчей и очень провальный сезон когда они не сшибают по моему четыре-четыре матча проиграли в общем рваный темп у петровца что ждать от петровца сейчас пока затрудняет сказать я думаю футбол все расставит на свои места но очень коллектив сбитый как бы много старичков у нас кстати много сбитых у нас коллектива в первой лиге по моему всего 6 команда или 7 которые давно уже играют друг с другом только юниоры считается молодой команды основном все-таки средний возраст у нас уже в первой лиге не молодой ну опытный и так дальше футбольный клуб олимпик который прошлом сезоне в первой лиге тоже рваный темп они начинали хорошо даже шли какое-то время на первом месте потом скатились в итоге заняли седьмую позицию но тертый калач в первой лиге тоже будет присутствовать идем дальше футбольный клуб ян бойц но это та же история вроде как ребята с потенциалом но на раз если сравнить с остальными то более молодые все таки ну уже знаешь молодые вроде как но эти уже имена и фамилии уже оскомину на зубах сделали потому что уже привлекались эти ребята на пульсе приобрели себе авторитет имя этому принципе ян бойц тертый калач три команды которые были в первом дивизионе кто к ним добавился футбольный клуб альянс прошлый сезон они провели в высшем дивизионе принципе неплохо себя там показали до конца боролись чтобы сохранить прописку в итоге заняли седьмое место но показали себя очень хорошей стороны брали очки там где от них не ожидали я думаю в первом дивизионе здесь должны бороться за лидерство не знаю что то сергей николаевич придумает составом будет ли усиление или будут одни и те же пока точно сказать не могу но николай что-то придумать это кто у нас поднялся в первой лиге снизу со второй лиги у нас сразу четыре клуба примет участие первом дивизионе первое это у нас сазан который занял второе место во второй лиге и поднялся или какая горочка еду сейчас подъемчик буду забавлять темпы дышать будет тяжело так вот сазанчик ну потеряли они одному и свою звезду комарчука когда пульс это звезда ну олегович не останавливается его команда они постоянно ищет усиление этому принципе сазана как обычно абсолютно в тройке не будет так кто еще у нас поднялся футболе клуб уголек вынуждены мы были поднять эту команду муж не сильно ребята хотели но так сложились обстоятельства опять же таки отертых калачах уголек уже давно с пульсом что подкупая что они играют одним и тем же составом точно усиливается конечно кто-то вливается в их семью приживается организм таким делом растет развивается и клуб как-то приобретает кадры в принципе вроде как последнее время не особый кадровый голод у команды состав расширяется но тяжело тяжело мне кажется будет им в первой лиге так как они играют своим коллективом не используют наемную силу поэтому посмотрим на что будет претендовать уголек также кто поднялся футбольный клуб юниоры очень амбициозно молодая команда вот это знаете я говорил о опыте что перволиги много опытных команд и это единственная самая однозначно молодая команда правда я видел составе пару ветеранчиков тоже у них пару опытных игрочков они подписали конечно юниоры как они должны бежать и претендовать на тройку очень хороший сбитый коллектив но опять же таки мод молодость нестабильность сколько уже было я помню сезона даже прошлый сезон во второй лиги не первый круг заняли первое место отрыв от второго места по-моему было 4 очка и растратили все поэтому тут конечно молодости тоже присуща нестабильность посмотрим за юниорами ну и последний клуб футбольный клуб илариона тоже авансом они попали в первую лигу надо было кому-то подняться они поднялись и взяли этот выклок если посмотреть заявку то я насчитал 7 человек с футбольного клуба олд гвард добрый вечер поэтому лучшие иларионовцы плюс симбиом с олд гвардом я думаю это будет такой шейк прикольный микс как он выстрелит посмотрим если все ребята будут собираться ездить возможно даже это будет лидер первой лиги вот такой обзор на бегу есть пульс есть жизнь смотри нас дальше комментирую лайкосы все было что уж продолжаем анализировать на бегу и мы приступаем ко второй лиге второй лиге итак состав участников если сравнивать с осенью то осталось у нас в этой лиге два старичка это хука клаб кстати хука клаб я помню как ярко не пришли на пульс как они феерили как они были у всех на слуху молодые эмбезиозные яркие победные они заняли чемпионство черта лиги потом ярко выступили на кубке сейчас немножко хука клаб в засаде они в засаде и пока их результаты не впечатляют ну ничего может быть как раз они засады скоро вылезет и проявить дальше футбольный клуб вать ложистик мы уже сбиты коллектив на пульсе есть у них и достижения есть у них и медали на пульсе прилепилась как-то эта команда последний год к нам рад вас видеть ребята добавят у нас разногласия к конфликты но мы рады что вы с нами в семье так вот вайс тоже все ребята опытные много знакомых лиц есть костяк который обрастает какими-то связями коллектив уже сбиты сыграны ни один сезон они вместе поэтому должны прогрессировать должны показывать результаты по итогам прошлого сезона были такие игры за которые можно аплодировать поэтому клуб должен навязать борьбу два новичка как новичка старые новички до нас вернулась в футбольный клуб альфа омега петровский владислав со своей шайкой пробовал там и там себя разных клубах но решил что свое лучше чем чужое на чужбы не и вернулся со своей командой альфа омега со своими старыми ребятами пока состав точно не знаю по моему они своего лидера потеряли который ушел от них лучший бомбардир если я не ошибаюсь не знаю что от альфа мега ждать после пережива пока больших ожиданий нет юнити если правильно произнес эту команду без аббревиатуры команда дивидант прошлом сезоне они выступали первый раз во второй лиге и заняли бороли за чемпионство заняли в итоге второе место и в этом сезоне провели амбиции да у нас был недобор во второй лиге и команда сама правила инициативу что хочет подвыситься в классе мне кажется будет им тяжело но с другой стороны команда молодая кони молодые могут бежать по 20 километров не замечать посмотрим как ребята себя проявят ну конечно амбиции там есть напомню что это самая шумная команда на пульсе когда они забьют головы во второй лиге весь стадион об этом услышит или четыре команды которые поднялись у нас синхронно с третьего дивизиона как сказал ильдарс казантипа это точно вторая лига очень много команд с третьего дивизиона в которой они играли с друг с другом вот они синхронно четверочка перешли теперь во вторую лигу это кто ну конечно это первый казантип команда которая первый раз жизни на пульсе взяла чемпионский трофей они стали чемпионами второй лиги пользуемся случае точнее третьей лиги пользуемся случаем поздравляю дарой всю команду вроде там скажу вам inside их может даже какая-то медийная медийная программа у нас появится не про пульса что-то более ярко посмотрим как она сложится так вот команда если составе взять конечно там есть ряд игроков армата который не играет на пульсе но игроки играют поэтому команда с амбициями с тренером и тем более стоит составом который был пол состава думаю будет ставить перед собой большие задачи ну и уже и отношение казантипу будет другое поэтому мне кажется будет непросто казантипу доказать что они достойны и в этом сезоне брать титул идем дальше футбольный клуб абсолют абсолют стали вторыми прошлом сезоне но я вам хочу сказать они во-первых смазали констовочку у них была гандикапта по моему четыре очка не должны были ставать чемпионами на проиграли две последние игры и потом были всякие при сезонке кубки на которых они не очень себя проявили команда поиски команда перестроение поэтому не знаю сейчас тяжелый путь у абсолюта тяжелый период но есть тренировочный процесс хожу в зону тарбулентности песчаный бурик есть тренировочный процент процесс респект тренеру который всегда заряжен всегда на позитивы умеет мотивировать поэтому смотрим посмотрим сможет ли он замотивировать ребят на достижение в этом сезоне дальше футбольный клуб днепр 2023 клуб который мне кажется можно взять где-то пример они планомерно развиваются да не может быть не хватает звезд с неба но есть однозначно развитие клуба и путь по восходящий путь в решение к путь совершенствованию поэтому молодцы ребята мочкин его команда навяжет борьбу однозначно состав всегда ребята ищут какую-то точное усиление какие-то эти иную принципе не про 20 23 если раньше для меня эта команда была с лицами не узнаваемые то сейчас уже смотришь и понимаешь откуда это ребята и где-то их видел и почему ты их знаешь ну знаешь лицо ну и последний клуб фуольный клуб стандарт тоже они пришли во вторую лигу состав пока то что есть на сайте смотрел одни и те же на манеже те которые были прошлом сезоне вопрос остается открытым сможет ли они собираться однозначно стандарт не записываю фавориты но надеюсь что будет характер надеюсь что будет бой в каждой битве и что будет вырезать результаты потому что повторю что против вас будет играть технично сильные команды но знаете иногда пробивает побеждает не тот кто техничный не тот кто в природе талантливый а тот кто упористый тот кто бежит когда уже все остановились поэтому труд однозначно бьет класс всех бах ребят есть пульс есть жизнь